привет друзья привет вам из города эсин столице китайской керамики столица китайской глины джо как вы знаете здесь делаются замечательные сенские чайники но не только эсинской глины делают и пиалы и разную посуду в чабане и вообще все возможно что может быть сделано из керамики в том числе даже огромные чайницы ну и конечно же делают такую знаменитую вещь как чачон или чайная игрушка чайная фигурка так мы их называем это такие скажем маска то есть по-английски сказать так такой некий любимец который обычно живет на чайной доске у любителя чая раньше им придавали какое значение такое может быть на части религиозные до культовая сейчас это уже просто как некая такой предмет для развлечения для усиления глаз есть некий такой фетишизм чайный хорошем смысле этого слова сейчас уже фигурки многие которые делаются не имеют абсолютно никакого религиозного значения это просто для красоты для эстетического удовольствия ставится на чайную доску и сегодня мы специально приехали в мастерскую которые делают подобные фигурки причем именно эта мастерская специализируется на фигурках средней и высокой категории как-то раз я уже показывал как производится фигурки это причем было в одной из первых моих поездок китай и сейчас немножко скажу об этом поподробнее для большинства фигурок используется вот такая вот пресс-форма говорят надеюсь вот у меня две лапки они выпрессовываются после этого места из пресс-формы достается аккуратно значит а потом вручную дорабатывается обязательно то есть в зависимости от того насколько простая или сложная фигурка в любом случае обязательно нужна ручная доработка и часто бывает что более бюджетные фигурки они полностью прессуются в одной форме фигурки сложные бывают что состоят из нестих форм потом мастер вручную собирает но и самые сложные фигурки делаются вручную полностью потому что их невозможно сделать в форме как ты не постарайся только может быть совсем отдельные элементы очень сильно разнится и цена на фигурке аналогично как и на чайнике то есть это в общем то то что это просто игрушка в любом случае это тоже часть искусства часть культуры часть традиций тоже имеет разные градации в плане качества в плане на стиля исполнения в плане то есть мастерства тоже есть градации мастеров которые делают фигурки очень высокой категории и что это они тоже очень значительные деньги то аналогично с чайниками просто может быть разве что это не неизвестно менее популярны китае и обычно мастера которые специализируются на фигурках они настолько скажем так известны и продаются широкой огласке чем мастера которые занимаются только чайниками поэтому обычно большинство фигурок подавляющее большинство фигурок делаются либо студентами либо мастерами без какого-либо имени просто они как бы он больше нравится эти фигурки они на них концентрироваться где-то здесь вот в этом цехе здесь шесть мастеров пять девушек один мужчина на они дорабатывают фигурки после того как они были впрессованы в форму причем некоторые вот здесь вот эта девушка делает полностью вручную фигурку лепит если вижу никакой формы не было некоторые дорабатывают значит а после формы как вот здесь вот тоже девушка делает то есть очень тоже разные стиле но смысл один за долгой кропотливый труд именно доработки мелких деталей сегодня мы посмотрим как производится истинские чайники тоже конечно же мы уже наблюдали за этим процессом но всегда каждый мастер делает все за свое всегда это есть какие-то отличия поэтому сегодня тоже понаблюдаем на входе мастерские увидел такие вот глиняные чаши большие которые с древних времен используются для того чтобы сделать сырье вручную то есть когда окаменелую глину сначала раздраблют потом отмачивают потом выдерживают вот собственно используются вот такие сосуды вот так выглядит мастерская внутри похожим образом выглядит все мастерские не только причем вы синим но и для движения других керамических центрах китая вот обычно то маленький столик на котором много инструментов всех необходимых набор инструмента бывает отличается в зависимости от того на чем именно специализируется мастер но так или иначе все общее разного специфика бывает что мастер один делает целиком свой чайник это самая распространенная история при более серийном производстве бывает что несколько мастеров делают поэтапно разные элементы это более редкое явление здесь все мастера делают каждое что-то свое изготовление чайника это многочасовое занятие особенно в случае если он полностью ручной как на пироге молодой человек он делает полностью чайник ручной без формы то есть он сам продает ему форму полностью все делают ручную здесь идет доработка того что мы сделаем на форме тут тоже у девушки по моему доработка того что было сделано на форме но так или иначе это очень большая ручная работа в зависимости от того чем мастер занимается у него как иначе может достать какую-то определенную стадию то есть для того чтобы увидеть полностью от нуля производитель ученика до конца мы тоже как-то об этом рассказывали показывали это нужно провести может полдня в такой мастерской и то ты сможешь снимать кого-то только одного потому что иначе невозможно показать всех это мастерская специализируется на учениках на заказ правила они делают на заказ для всех разных компаний в том числе и для нас тоже мы исполняли пару заказов здесь просто выбираешь среду бережки нужна форма убираешь качество работы и ребята делают лично для нас очень важно что тут очень ответственные студенты вот хоть у них нет року это имени нет каких-то там регалий но при этом делать они очень качественно потому что конкретно вот у этих ребят преподаватель наш замечательный друг мастерсю потому что почти все из них они закончили его школу обучения параллельно он еще есть наставник который тоже обучал и получается что ребята будучи достаточно молодыми без имени делал их работы на уровне мастеров высокого класса поэтому они делали замечательные изделия на проток что здесь главный наставник помог студенту начито сделать правильную форму для того чтобы выравнивать притирку крышки очень долго на клиническом работал показывал рассказывал вот эти тонкие тонкие нюансы как именно должна она быть вот такая форма должна быть и теперь студент сел за работу дальше так вот кропотливый труд из меня в день бывает что за день автомастер такой один чайник идет бывает что два но обычно не более двух есть ручной бывает что на один чайник может пути даже и не один день а там несколько потому что все зависит от сложности форма помимо инструментов на столе у мастера всегда обязательно есть образец чайника который он делает нам случае это чайник если это был бы не чайник то был бы другой предмет причем есть и сам чайник и обязательно его фотография в увеличенном виде бывает что еще и даже с размерами то есть такой эскиз постоянно смотрит на то что у него должно получиться особенно в случае если делается полностью ручной чайник хотя казалось бы уже из года в год одно и то же делаешь на но как будто обязательно на мой даже отчасти дань традиции что вот я делаю это вместо и тут это очень набор инструментов для того чтобы сделать чайник ульту ручной или полуручной может составлять там от 30 где-то самых таких необходимых до более чем 100 некоторые мастера не делают специализированные всякие приспособления это все эти разные такие вот кусочки деревяшки пластика которые при отточке изделия при полировке при продании формы то они приобретают нужные формы нужные параметры именно благодаря этим вот маленьким инструментом инструментов может вплоть до 200 вот уж на берту ду девушки вот только одних деревяшки куда дихот целый ящик там может быть не один десяток еще есть всевозможные лопатки платушка которая разбивается первичное сырье естественно всякие разные ножи разные скальпели треугольнички которыми подается полосы и формы и опять-таки тоже как я говорил специализированный инструмент здесь например девушка при помощи такого стального треугольника обтачивает пимбочку на крышке очень казалось бы внешне такие незамысловатые столики мастеров на самом деле почти всегда из массива дерева в свое время когда китайцы начали активно экспортировать древесины из стран африки из других стран и в восточной азии они очень недорогие были эти массивные столы сейчас конечно тоже не такое удовольствие доступное но по-прежнему доступно можно купить я не делаю значит из такого большого слэба стол экономит на ножках ножки часто бывают и всего подряд обычно такая парочка тумбочек которых всегда куча инструментов то есть это такое стандартное устройство бабуковые стулья я вот где не был почти везде такие бабуковые стулья видимо на них особо удобно съесть долгое время не знаю почему именно они возможно что вот просто чтобы на том и сидим называется почему стол из массива потому что он должен быть одновременно материал натуральный не должна липнуть глина там если это будет пластиковый стол или там с толстыми прожитиями натуральным или металлические которому глина липнет и так далее и при этом еще должен быть устойчивым каким достаточно серьезным даже действием как например взбивание к латушкой кустов глины массивно латушка тоже то есть и продаж абсолютно крепким массивным есть правда материал поэтому всегда используется вот такие вот здоровые природные службы а в этой мастерской наносят каллиграфию на чайники причем и до каллиграфия но и рисунок то есть это называется к з то есть нанесение иероглифов первая часть работы это написать про миру лив а потом нужно уже по написанному кисти аккуратненько выговорить достать так чтобы это было красиво так что вот вовы функционально и так чтобы это было не слишком глубоко потому что эту работу достаточно на самом деле непростая потому что просто написать и ролев это одна работа написать их так чтобы потом было удобно их глубять при помощи специального маленького скальпеля но совсем другое Вообще распространенная история у начинающих мастеров, я спрашивал, какая самая большая ошибка. Самая большая ошибка, они слишком глубоко этим скальпелем высекают иероглифы и пробивают насквозь само тело чайника. Вот особенно сложно высекать иероглифы на чайниках, которые достаточно тонкие, то есть не очень большая точка на стенах. Поэтому тут такой один из нюансов. Конечно же ценится авторский стиль, ценится правильность написания самого иероглифа. Какие-то отдельные моменты, когда, например, есть нанесение буддистских вот этих вот религиозных текстов, этих очень-очень мелко, тысяча иероглифов, может быть, на одном чайнике, тоже очень сложная работа. Сейчас два брата, два мастера, они делают классическую работу, у них тоже вот образец на телефоне рядом. Причем один из них, скажем так, с большим опытом, он наметил себе только точками само нанесение. Второй, у него разлиновка стоит, потому что он еще не так хорошо умеет делать это сам. А вот здесь работаем мастера, и хотел некоторые из них показать, которые мне наиболее всего запомнились. Запомнились ему больше всего его тыквенные чайники, когда у него был первый раз, прям долгое время не мог выпустить из рук, особенно вот этот. Конечно, основное отличие работ мастера, который уже служенный мастер, который оттачивает каждую микродеталь изделия от работ подмастерий обычных, в том, что в каждой микродеталь все сделано настолько идеально, что не к чему придраться. То есть, говорит, на это техника, это смешение клин, нанесение сверху, чайник там сделан из дуани, да, здесь нанесение сверху кусков дохумпауни, кусков частично маленьких таких, можно сказать, мазки практически, как кистью они нанесены. На самом деле это шпателем делается, таким маленьким натирочкой. Очень кропотливая работа, воссоздает полностью форму тыквы. Здесь, получается, нанесены, как я уже говорил, дзыни, алюни, зеленая глиня, да, и хумпау. Да, сам чайник сделан из дуани. И вот такой вот замечательный внешний. Причем, кстати, да, я сказал из дуани, я не посмотрел внутрь. Внутри, на самом деле, он сделан из дзыни полностью. Оружие полностью покрыто, значит, слоем дуани. Очень такая работа непростая, мне лично очень нравится. И здесь есть несколько чайников подобных. Каждый разный размер, немного отличается форма, примерно смысл тот же. Есть такой еще с вот такой вот ручкой. Все эти чайники – это так называемый дзиньпинь, или золотой продукт. То есть то, что считается, как один из гордостей мастера. Еще из интересных чайников, вот такой вот чайник из зеленой глины, из ливни. Здесь интересная такая инкрустация, пятнистый такой чайничек получается. Здесь тоже инкрустация глины дохомпау, скорее всего, да, и дуани. А крышечка сделана в форме камня, который вводится в озеро Тайху, которое неподалеку от Исина, большое озеро Тайху. И так он называется, Тайхуши, то есть камень озера Тайху. Очень многие мастера имитируют этот камень и в качестве декораций, делают крышку в его форме, и делают отдельные фигурки тоже в форме камня, то есть Тайху. Еще более того, я бы сейчас, когда были в Дни Диджейне, обратил внимание, что там тоже очень многие стали делать чайники и просто другие разные фигурки. Тоже имитируют вот такой вот камень. Он очень многим нравится, и такой причудливой формы, аморфной. Крайне необычная вещь. Как вы знаете, в Исине есть такая вот замечательная книжечка. Конкретно сейчас у меня в руках издание 2014 года, где правительство Исина непосредственно при поддержке всех местных творческих ассоциаций, которые назначают ранги государственного уровня разным мастерам, опускают вот такую вот книжку, куда вносятся имена всех мастеров по разным категориям, то есть там помощник мастера государственного уровня, мастер провинциального уровня, государственного уровня и так далее. Вот в число институт не одна тысяча человек. Я даже сказал даже точно, что их тут более пяти тысяч человек, на самом деле. Почти пять тысяч. Здесь обязательно же есть и наши два друга. И конкретно вот на этом вот стенде представлены работы, которые отдавались на разные конкурсы, соревнования, и в том числе работы, за которые он получал те или иные ранги, потому что это идет постепенное получение ранга, то есть сначала становишься просто там мастером искусств провинциального уровня, там, или даже, может быть, городского уровня, потом становишься помощником мастера более высокого уровня и так далее. И здесь все награды мастера представлены. Я так понял, что меня любят собаки породы пудель или что-то такое. Какое-то что-то такое. Вообще, вы синие, они тут очень любят этих домашних животных заводить. Собаки, кошки. Вот, например, у жены мастера всю единицу, когда приезжаю, каждый раз какая-то новая псина. Я думаю, то ли он их меняет, то ли еще еще. Потом понял, что у него их сейчас целых семь. А сейчас мы приехали к одной из знакомых мастера тоже и посмотрим, как она тоже работает с чайниками. Она сама мастерится, делает сейчас не чайник, а делает такую вазу красивую. Ее поможете делать чайничек. Мы сейчас подробнее на них посмотрим. Если меня когда-нибудь спросят, какой самый безумный чайник я держал в руках, то, пожалуй, на данный момент вот этот вот предмет искусства я бы назвал самым безумным. Он в процессе обжига треснул, прежде всего потому, что форма, как вы видите, более чем экспериментальная. Носик, я не знаю даже, как он сливает, честно сказать. Для того, чтобы он пользуется, я так понимаю, нужно полтора человека, потому что если сюда еще налить воды, литров так-то шесть, я думаю, когда водой спокойно. В общем, это уже точно будет не для функционала, а скорее для красоты. Сделаны глины дзюни. Да, и мне кажется, что тот, кто его делал, обладает крайне буйной фантазией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова